Доброго времени суток, с вами Аббас Джума и сегодня в гостях у открытой студии член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Аббас. Ну, хотелось бы начать, наверное, с Украины. Сейчас все крутится вокруг вот этой интриги, отведет ли Киев тяжелую артиллерию от, собственно говоря, точки соприкосновения в Донбассе или нет, по той причине, что Донецк и Луганск продемонстрировали готовность следовать Минским соглашениям. Вот почему медлят Киев? Во-первых, начнем с того, что, скорее всего, конечно, отводить технику не будут. Если бы Киев действительно стремился к мирному возвращению конфликта, то я думаю, что после заключения Минских соглашений, после, пусть относительно недолгого, но все-таки существовавшего перемирия, пусть даже в виде снижения идентификации боевых действий и неполновых прекращений, был хороший шанс действительно перейти к мирному диалогу. Тем не менее, это не было сделано. Было продемонстрировано, наоборот, желание силовым путем подавить Донбасс вкупе с экономическими усилиями по его блокированию, а также вкупе с дипломатическими и юридическими усилиями на международном уровне. Я могу сказать, что за последние два месяца Киев демонстрирует наоборот. Постоянное желание демонстративно не исполнять Минские договоренности и постоянно усиливать свою военную группировку. Постоянно звучат воинственные заявления, постоянно звучат разного рода утверждения о том, что Донбасс, если и будет возвращен, то только на украинских условиях. И, соответственно, это не способствует никак мирному разрешению конфликта. Я скажу, что, конечно же, те усилия, которые предпринимают ополченцы по отведению войск, по отведению тяжелой техники, по отведению даже оружия калибра меньше 100 мм, они должны позитивно воздействовать на международное общественное мнение. Но этому мешает, во-первых, заинтересованность глобальной медиакратии в том, чтобы виновными все равно сделать жители и руководство Донбасса. А с другой стороны, это начинает постепенно действовать уже против самого Донбасса, потому что многие из военнослужащих и жителей не понимают. Донбасс в одностороннем порядке идет на уступки в течение длительного времени, в ответ все равно продолжаются обстрелы, и все равно Киев настаивает фактически на своих условиях включения Донбасса в состав Украины. Это некоторым образом деморализует армию Донецкой и Луганской народных республик и в некотором роде вносит сумятицу в умы тех, кто там сражается или находится. Они не понимают, за что они борются, за что они сражаются. Так что пока можно сделать вывод, исходя из последних полугодов, что Киев не собирается отводить тяжелое вооружение. Второе, что он по-прежнему собирается решать этот вопрос силовым путем. Если мы взглянем на, скажем, международные какие-то усилия, то мы видим, что даже заявления ОБСЕ фактически игнорируются, они звучат. Действительно, офицеры ОБСЕ фиксировали нарушения со стороны Киева, но это не приводит к никаким санкциям в отношении Киева. Это не приводит к никаким реальным действиям по усилению давления со стороны Запада на Киев, чтобы он выполнял Минские соглашения. Мы видим, что Киев стремится имитировать выполнение Минских соглашений. Поднимаются разговоры даже в парламенте об особом статусе Донбасса, но суть Минских соглашений это не соответствует. Суть Минских соглашений это достижение соглашения, это достижение компромисса. Это взаимные уступки, когда люди садятся, решают пойти друг другу навстречу и прийти к какому-то соглашению, которое бы в равной мере удовлетворяло обе стороны и в равной мере требовало бы от них уступок. Мы видим, что на самом деле этого не происходит. Если Донбасс, отдельные районы Донбасса, как там звучало, вносятся в качестве изменения в Конституцию Украины, в качестве определенного статуса этих районов и так далее, то все-таки эти формулировки должны были быть согласованы с представителями ДНР и ЛНР. Мы видим, что в парламенте находится посол Соединенных Штатов Америки или госсекретарь США по Европе. Это все смотрится даже анекдотично. Получается, что под четким присмотром старших партийных товарищей в парламенте Украины имитируется выполнение Минских соглашений. Тут же об этом делается публичное заявление с помощью глобальной медиакратии. Все это пытается быть навязано общественному мнению в Европе, в США и во всем мире фактически. Поэтому я из этого делаю вывод, что внешнеполитические игроки, которые участвуют в этом конфликте, они тоже не заинтересованы в мирном разрешении конфликта. Мы видим, что сейчас Порошенко заключает ряд соглашений с НАТО, продолжается партнерство воема мира, будут продолжаться совместные учения Украины и НАТО. Мы видим, что туда были направлены инструктора, что тренируется Национальная гвардия и проводятся тренировки украинской армии. А по мнению некоторых специалистов, сейчас фактически Украиной руководят уже иностранные специалисты. Армию руководят американцы. Некоторые губернаторы, как мы знаем, уже из Грузии экономикой, тоже руководят специалисты из-за рубежа. И даже в парламенте имитирование выполнения международной довольности тоже проходит под чутким присмотром зарубежных кураторов. Поэтому из всего этого можно сделать печальный вывод, что А. Мирного разрешения конфликта, скорее всего, не будет. Б. Односторонние усилия Донбасса, они, конечно, приносят некоторую пользу в том отношении, что позволяют лишний раз продемонстрировать его стремление к миру. И. С. Что Киев не будет отводить войска. Это уже такое техническое наблюдение. И что, соответственно, рано или поздно наступит обострение вооруженного противостояния на Донбассе. Вы нарисовали такую страшную достаточно картину, и у меня создается вопрос. А для чего тогда этот минский формат? Он же тогда, по сути дела, является цирком. То есть, может быть, перейти на какой-то другой формат, который будет более продуктивно работать, нежели чем минский? Да или нет? Как вы думаете? Минский формат был попыткой выйти из конфликта ряду его непосредственных участников и опосредованных с наименьшими потерями. Это была попытка этот конфликт заморозить. То есть, мы усаживаем все стороны за стол переговоров. Может быть, они будут там сидеть годами, но, по крайней мере, обстрелы, интенсивные вооруженные действия прекратятся. И люди будут пусть отвоевывать, пусть каждую букву или абзац, или строку во взаимных приговоренностях отвоевывать, но уже на переговорах, на дипломатическом уровне. Очень часто Донбасс сравнивает с Приднестровьем. Но мы забываем, что в Приднестровье, собственно, вооруженная фаза, фаза именно боевых действий, она была очень недолгой. Все остальное время это экономическое противостояние, дипломатическое противостояние на уровне, скажем так, психологии, нервов и привлекательности образа. Но военное противостояние там было очень кратким. В Грузии тоже оно было очень кратким. Мы это помним, потому что это было совсем недавно, в 2008 году. Поэтому Донбасс, безусловно, представляет из себя особый случай. Там очень жесткое военное противостояние, очень длительное, и оно продолжается по сей день. Поэтому главным было его прекратить. Для России всегда в подобного рода конфликтах встает дилемма, вмешиваться ей или не вмешиваться. Очень часто оказывается, что Россия находится в патовой ситуации. Она не может вмешаться, когда все кричали «Путин в виде войска». Это было бы, конечно, только на руку нашим противникам, потому что позволило бы из нашей страны сделать действительно такое страшилище для всего мира. Там включить механизмы международной изоляции, дипломатические, финансовые и так далее. А с другой стороны, полностью бросить Донбасс на производство судьбы тоже невозможно. Там находятся наши люди. Это люди, которые себя как раз ассоциируют с Россией, которые стремились к России всегда, которые ради этого пошли на жертвы. И даже, в общем-то, многие из них пошли на смерть. И этого не поняли бы, прежде всего, в самой России, здесь, внутри России. Поэтому Россия, как субъект международной политики, который вынужден был каким-то образом реагировать, приняла участие в разработке минского формата. Минский формат все-таки предполагался, что он будет исполняться. Когда он заключался, многие эксперты считали, что там сложности будут. Ну, разве что в том, что Дебальцево еще не было каким-то образом оговорено. И Порошенко демонстративно наставил на том, что Дебальцево – это наши войска. Там нет никакого котла, да, мы победим. Но мы видим все, что из этого вышло. Соответственно, был еще один котел украинской армии, достаточно для нее болезненный, в котором ополченцы тоже, ценой достаточно больших усилий и потерь, все-таки выиграли это сражение. Но думали, что после этого, после проигрыша, тем более под Дебальцевским котлом Украина, будет выполнять условия минского соглашения. Но мы видим, что этого не происходит. Мы видим, что сейчас, соответственно, новый формат разрабатывать уже, наверное, и невозможно. Можно пытаться Украину заставить соблюдать минские договоренности. Но как? Пока что это тоже не совсем понятно. Заставить ее могут только те силы, которые находятся на запад от Украины. Для украинской политической верхушки наша страна, наше руководство, даже наши граждане – это, безусловно, враги. Это страна-агрессор, с которой, впрочем, сохраняется определенный уровень сотрудничества, ввиду того, что это просто экономически требуется для выживания. Но никакие инициативы с российской стороны, конечно, ни Порошенко, ни Ценюк, ни уж тем более представители более радикальных кругов принимать не будут. Для представителей более радикальных кругов наша страна враг априори, пока она существует. Ярош об этом, в принципе, заявлял. И это достаточно традиционно для идеологии украинского национализма. Всегда, когда Россия каким-то образом ослаблялась в мировой истории, либо под воздействием внутренних причин, либо под ударами внешних противников, украинский вопрос всегда выплывал на поверхность. Это вот как резистентный вирус. Например, герпес. Когда мы здоровы, он не проявляется. Но стоит нам простудиться, он тут же выскакивает где-нибудь на губе. Вот это украинский вопрос. По большому счету, конечно, в исторических мерках он действительно не очень большой, но для России он очень болезненный всегда. Многие в Донецке не хотят следующего формата Минска-3. Многие в Донецке и в Луганске стремятся к тому, чтобы либо уже была действительно война с Украиной до победного конца, ну хотя бы до освобождения полностью территории Донецка и Луганской области, до включения этих территорий в состав Российской Федерации, или хотя бы де-факто фактической независимости и опоры на Российскую Федерацию. Либо же, соответственно, кто-то предлагает вернуться в состав Украины. То есть вернуть все назад, так как это и было. Боюсь, что, собственно, формат Минск-3 уже действительно для многих будет невозможен в силу того, что и предлагать-то уже, собственно говоря, нечего. Что можно предложить, вот, скажем, на следующем этапе в Минске-3? Если сейчас по-прежнему продолжаются обстрелы, гибнут мирные люди, граждане, то есть я имею в виду, что это не представители вооруженных сил Донецкой и Луганской народных республик, то есть не выполнены самые элементарные пункты соглашения Минск-2, то как можно двигаться дальше к Минску-3? В данной ситуации для многих, вот мы видели, даже митинги были в Донецке с требованием, чтобы каким-то образом ДНР воздействовало на украинскую армию, ну, то есть, по сути, нейтрализовало ее, и, соответственно, нанесло ей военное поражение очередное, для того, чтобы просто прекратились обстрелы Донецкой, Горловки и других населенных пунктов. Поэтому я считаю, что в данный момент Минск-3, пожалуй, невозможен. Для многих это было бы, ну, в определенной степени даже предательством. Возможно ли мирное разрешение конфликта? Ну, для многих, опять же, оно скорее увязывается с поражением Украины, либо ее социально-экономическим полным коллапсом и распадом, либо, соответственно, с военным поражением. Нет, ну, Донецк же и Луганск отвели. То есть, тут нету никакого поражения, даже вот если с точки зрения гордости. Они даже под бомбежками сказали, мы будем соблюдать. Что, так сложно просто пойти... На встречу? На встречу, да. Сделать то же самое вторыми, не первыми. Мне непонятно, вот мне как мужчине непонятно, но если человек уже сдается и говорит, что почему я должен добивать. Но человек все-таки не согласен, что он сдается. Человек предлагает заключить соглашение скорее, но на определенных условиях. А вторая страна не хочет этих условий. То есть, она не хочет их соблюдать. То есть, по-вашему... Вот лучше мы его добьем, пока он упадет и будет лежать, и мы его даже лежачего будем еще долго и упорно бить. То есть, военный конфликт неизбежен на юго-востоке? Пока что он продолжается и, скорее всего, да, будет идти дальше. На самом деле, в Донецкой и Луганской народных республиках и отвод войск, и вообще вот эти всемирные инициативы и полное выполнение Минских соглашений, они происходят под влиянием Российской Федерации. Россия стремится к тому, чтобы Минское соглашение соблюдали все. Она может воздействовать на ДНР, ЛНР. На Порошенко она воздействовать не может. Соответственно, вот она демонстрирует всем, что мы выполняем Минские соглашения. Не нужно нас обвинять Россию и ЛДНР в том, что мы их не выполняем, что мы стремимся к конфликту, отхватить кусок вашей территории или, соответственно, добиться распада Украины. Мы даже не вышли с договора о дружбе, большого договора о дружбе 1997 года. Хотя, по идее, в принципе, мы могли бы это сделать. И что самое, в общем-то, разумное, это могла бы сделать сама Украина, поскольку она объявила нашу страну страной-агрессором. Но вместе с тем, с этой страной по-прежнему действует большой договор о дружбе. Да, парадоксально. Богдан Анатольевич, вообще сейчас существует на Украине еще одна точка, достаточно горячая, но она становится таковой. Это Запад Украины, Закарпатья. Я имею в виду Мукачево. И то, что там произошло не так давно, и продолжает леть, собственно говоря. Можно говорить о новом очаге, таком противостоянии уже на Западе? Пока еще нет. Пока еще нет. Пока что просто произошел скачок политизации этого региона. На самом деле, этот регион был один из самых тихих, самых мирных. Регион, который отличался всегда такой провинциальным, какой-то, в общем-то, провинциальным обаянием. Но вместе с тем, действительно, он граничит сразу с четырьмя европейскими странами. Там были определенные потоки контрабанды. Мне кажется, что этот регион тоже политизируют, на самом деле, искусственно и извне. Ну, конечно, там были противоречия между местными элитами, центральными властями, между радикалами и между представителями других группировок. Но в целом они никогда не выходили на уровень вот такого откровенного бандитского противостояния. Когда приезжали просто в город, начинали стрелять там с гранатометов, пулеметов, и убивать людей среди бела дня. Мне кажется, что этот регион политизируют искусственно, и, возможно, потому, что это главный транзитный регион Украины. Через него проходят газопроводы, которые выведут газ Европу. И это очень уязвимая точка не только для Украины, но и для Российской Федерации, для Газпрома, и для самой Европы. Поэтому, возможно, те, кто постепенно начинает затевать все эти геополитические игрища, заинтересованы именно в дестабилизации этого региона как транзитного. А кто? Ну, давайте порассуждаем. Вот, скажем, происходит политический какой-то кризис, и Закарпатия превращается в регион горячего противостояния. Там бегают боевики правосектора, местная милиция, ополчение в смысле. Милиция — это, собственно, ополчение. Туда вводятся какие-то войска, национальные гвардии, все воюют против всех, все убивают и так далее. Кто-то взрывает все газопроводы или, скорее, даже захватывает газоизмерительные станции. Допустим, прекращается поставка газа. Кто от этого проигрывает? Украина проигрывает? Проигрывает. Она не выполняет свои обязанности как страна-транзитер. Россия проигрывает? Проигрывает, потому что она не выполняет свои обязательства как страна-поставщик газа. Неважно, что там происходит на Украине, вы обязаны. Тем более, что нашу страну обвиняют всегда и по любому поводу, а он здесь будет очень удобно. Экспартия также проигрывает? Конечно, конечно. У нас, соответственно, нет денег, Украина нет денег, имиджевые репутационные потери и так далее. Европа проигрывает? Проигрывает, она остается без газа. У нее падает экономика, ее граждане, может быть, замерзают. И в любом случае, опять поднимается вопрос об энергетической зависимости Европы. Соответственно, получают плюс те политики, которые будут выступать за диверсификацию энергетической политики Европы, за строительство инфраструктуры, связанной с жиженным природным газом, с поставками этого газа, допустим, из Соединенных Штатов Америки, соответственно, с заключением ряда договоров с Соединенными Штатами, в том числе и, например, договора, который предусматривает это трансатлантическое партнерство, торгово-инвестиционное партнерство. То есть, усиливаются позиции Соединенных Штатов Америки. То есть, кукловод ДСМ, получается? Да, конечно. Так и есть. То есть, проигрывают все, кто находится рядом, и выигрывают только они. Но даже если они не будут поставлять жиженный газ, это так, бонус приятный, который еще, может быть, и не состоится, потому что это все-таки очень дорого. Это нужно строить колоссальную инфраструктуру, это нужно строить танкерный флот и так далее, и так далее. Но в любом случае, благодаря такому геополитическому взрыву, проигрывают все, кто находится на этом пространстве. Все, получается, находятся в пространстве, кроме США. Мы сейчас предполагаем, строим прогноз, а ведь действительно уже вот-вот запылает, по моим ощущениям, Запад Украины, по той причине, что, смотрите, в правом секторе уже намерены завершить революцию, начатую в стране. Ярош уже высказал, сказал, нынешние украинские власти не способны провести необходимые реформы, да? То есть, это что, мы ждем нового Майдана, но на Западе, ибо, я думаю, оттуда начнется, если начнется. Вы знаете, Аббас, может быть, ведь вариантов развития событий очень много, даже которые мы не можем, в принципе, прочитать и смоделировать. Итог, я имею в виду, какого? То есть, вооруженный конфликт? Может быть, итог очень разным. Может произойти, скажем, переворот на Украине, и к власти там придут ультраправые силы, которые превратят всю Украину, ну, скажем так, в некий вариант жесткого милитаризованного государства, где будет жестко преследоваться любой инакомысля, гораздо жестче, чем сейчас, где будет милитаризована вся экономика, точнее, остатки экономики, где будут проданы достаточно быстро все имеющиеся активы, и где все, соответственно, провалы, грехи и социально-экономические потери будут списаны на предыдущее правительство. Не только Ненуковича, но и на того же Порошенко, Яценюка и всех остальных. Тем более, что они действительно с ног до головы виноваты в этом, в социально-экономическом падении. После чего, допустим, этот ультраправый рейх украинский, он может быть уже непосредственно направлен в сторону России. И тогда уже не только Закарпатье, тогда запылает, в принципе, все это восточноевропейское пространство. Горячие точки могут возникнуть уже на территории Российской Федерации, на территории Южнофедерального округа. Например, я могу сказать, что в Белгороде какие-то молодые люди пытались избить одну из местных левых активисток, они пытались сорваться к ней домой. Причем по сообщениям правоохранительных органов это не могли быть местные уроженцы. В Белгороде они всех знают, кто мог это сделать. То есть, скорее всего, они предполагают, что это были люди, которые приехали на Белгородчину из Украины. То есть, соответственно, уже происходит определенное проникновение. Может быть, действительно, вы правы в том, что западная Украина выделится некоторым образом, там уже происходят демонстрации с требованием децентрализации, с требованием усиления роли Галиции, с требованием экономической самостоятельности, хотя последнее звучит несколько смешно, в силу того, что Галиция последние 24 года была дотационным регионом. Там интеграция в Евросоюз прозвучит. Да, но если она отделится, то она мгновенно может войти в Евросоюз. Для Евросоюза Украина представляет неперевариваемый кусок такой. Есть такая рыбка глубоководная, она называется хиазмодон, или черный пожиратель. Она отличается тем, что ее желудок может растягиваться в 7-10 раз, и она может проглотить рыбу, которая значительно ее больше. Но иногда ее губит жадность, она заглатывает рыбу, которую не в силах переварить. И она погибает от этого. Но вот Евросоюз, он как бы так, как хиазмодон, вот этот, как эта рыбка, он так трезво оценивает, может он поглотить эту страну или нет. Всю Украину он, видимо, поглотить не может. Он может ее только, так скажем, присосаться к ней, как паразит, ассоциировать ее, потреблять от нее какие-то ресурсы, покупать сырье, например, импортировать умеренно дешевую рабочую силу, которая может заменить потоки иммиграционные из Африки, из Азии. Может быть, выращивать какие-нибудь грязные экологические культуры или истощающие пульс, утипарабцы и так далее. Но вот, скажем, западную Украину, он вполне по силам может ее проглотить. Тем более, что традиционно жители западной Украины, это 5 областей, я имею в виду, без Закарпатия, кстати, они традиционно уже давно ездят в Европу на заработки, и там они работают в тех социальных нишах, в которых сами европейцы предпочитают не работать. Ну, в силу определенного все-таки уровня жизни достаточно высокого. В Италии, например, раньше до кризиса работали санитарками или в хосписах, или в домах престарелых исключительно уроженцы Украины. Ну, немножечко, может быть, уроженцы России. После кризиса, когда люди стали уже хвататься за любую работу, в том числе и за низкооплачиваемую и непрестижную, там постепенно начали появляться итальянцы сами. Но традиционно все равно эту нишу заполняли в основном сами Украины. Уроженцы Западной Украины. Вот этот регион, эти пять областей, вполне могут войти в Евросоюз. Они пополнят еврозону. Населения там не так уж и много. Промышленности, которая может составлять конкуренцию европейским производителям, там нет. Это дотационный аграрный регион, который, соответственно, позволит Евросоюзу и продвинуться немножко дальше на восток, и не испытывает при этом каких-то больших трудностей. Брюссель напечатает еще евро, которые будут, соответственно, вот уже заполнять вот эту дополнительную зону. Кстати, и Закарпатья тоже может постигнуть подобная судьба, только как регион, который, скажем, больше к Венгрии склонен, или же к самостоятельному существованию. Но я боюсь, что этого никто не даст, именно в силу важности этого региона, как транзитного. Если это и будет, скажем, самостоятельная какая-то там Закарпатская народная республика, или республика под Карпатской Русь, то, соответственно, ее будут контролировать какие-то крупные внешнеполитические игроки. Либо опосредованно через Брюссель, либо самостоятельно, непосредственно, через, соответственно, размещение каких-нибудь своих советников, баз, размещение посольства, предоставление финансовых каких-нибудь льгот, гарантий, или непосредственно денежных средств и так далее. Поэтому, конечно, Западная Украина – регион, который потенциально не то чтобы горячий, но потенциально это регион, который может привести к некоторым геополитическим изменениям на карте. И многие по-прежнему считают, эксперты, что действительно Украина все еще остается перед риском распада. В данной ситуации, конечно, повторю, что когда мы создаем какие-то модели, то мы закладываем в эти модели свои же, собственно, с собой созданные ответы. А их, на самом деле, в реальности может быть гораздо больше. Поэтому всегда нужно быть готовым к тому, что реальность может преподнести сюрпризы, которые мы не могли предвидеть, не могли заложить, соответственно, в эту модель. Вот опять вы нарисовали такую картину достаточно мрачную. Одни нас ненавидят и говорят, что мы враги. Вторым легче быть гастарбайтерами в Италии, чем пойти навстречу. Но, собственно, наивный такой вопрос. А как же русский мир? Вот у нас накануне был, собственно говоря, Евгений Иванович Сатановский. Он сказал, что это сказка все. Многие эксперты также говорят. Вот как вы считаете, все-таки существует он? Нет, я с этим не согласен. Я не думаю, что русский мир – это сказка. Если бы это было так, то никто бы не стал ни умирать, ни воевать за русский мир. Русский мир – это территория, это, скажем так, определенное континуум, пространство, которое привлекает своей исторической, культурной, соответственно, составляющей. Это наша история. Другое дело, что русский мир, может быть, он не настолько широк, как это принято считать. И, скажем, он не охватывает всю Украину и всю Западную Украину и так далее. Но в качестве иллюстрации, например. Вот смотрите, мы упоминали с вами Закарпаттии несколько минут назад. Мало ведь кто знает, что в Закарпаттии были очень сильные русские партии. Именно русские партии. И в 1944 году делегация духовенства из Закарпаттия направила посольство к Сталину с просьбой включить Закарпатскую область нынешнюю, подкарпатскую Русь, в состав Советского Союза, как русскую Закарпатскую республику. Для того, чтобы можно было высоединиться с братским русским народом. Ведь сейчас мало кто знает, что, собственно, в 1914 году, после объявления Первой мировой войны, был проведен очень большой, как сейчас принято говорить, этноцит, этническая очистка. Жители Галиции, которые себя ассоциировали тоже с русским миром, с русскими, они себя считали частью большого русского народа, но со своей спецификой. В концлагере Терезин и в концлагере Талергов было уничтожено несколько десятков тысяч человек. Это были представители, кстати, даже униатского духовенства. Потому что будителями, теми, кто вспомнил о своих русских корнях еще в XIX веке, были представители, единственные представители интеллигентной прослойки на Западной Украине, униатского духовенства. Все остальные там были на уровне, собственно, крестьян. Их не пускали к образованию. То есть там была проведена масштабнейшая этническая очистка. Теперь, конечно, эти территории, они хоть исторически относятся к нашим русским властям, но по факту, по факту того, что там живут люди с совершенно другой идентичностью, они уже к русскому миру, скорее всего, не будут относиться никогда. Закарпатье просто включили в состав Украины. Поскольку большевики, они оперировали все-таки таким понятием, как интернационализм, они его ставили во главу угла, они создавали государство на совершенно других принципах, на принципах, которые австрийский историк Андреас Каппеллер назвал принципами положительной дискриминации. То есть любые народы, любые этносы очень интенсивно развивали, но все, кроме коренного большого русского. Собственно, и Владимир Ильич Тинин тоже об этом писал, что главным врагом является великорусский шовинизм. Но это на самом деле было объявление войны просто русскому национальному сознанию. В общем-то, и сейчас у нас наша Российская Федерация, она в чем-то копирует модель Советского Союза, потому что из всех постсоветских республик только она не является этническим, этнократическим государством. Ни в каком отношении, ни в каком аспекте. Если мы возьмем любую республику, даже Белоруссию, то все-таки там всегда и в Конституции, и в основном в законе всегда будет записана основополагающая роль, собственно, того народа, того этноса, который там считается титульным. И это касается всех остальных республик. И проявления этой практики тоже очень разные. Мы видим, что в Латвии, например, там части населения просто отказали в гражданстве, выдали удостоверение личности негражданина. Ну, скажем, в Литве пошли по другому пути, там выдали паспорт, приняли нулевой вариант. Но, скажем, в других республиках просто есть определенные элементы дискриминации. По-русски запрещают говорить? По-русски, может быть, нет. Но, скажем, попасть в определенные слои, профессиональные, какие-либо другие, бывает невозможно. И это касается, в общем-то, большинства тех республик, которые образовались после украшения Советского Союза. В России этих сложностей нет. Но в России и, собственно, русские тоже нигде никак не указаны. По факту это самый большой этнос, он 83% у нас составляет. По неофициальным источникам, по официальным чуть меньше, почти 80-79 с копейками. Но пока что он у нас никак не указан. Но мы немного отвлеклись. Что такое русский мир? Русский мир – это те, собственно говоря, территории, это те пространства, где люди себя идентифицируют с русскостью, с русскими. Потому что самое главное в национальном сознании – это идентичность. Я могу иметь абсолютно любое этническое происхождение. Я на 12,5% турок по происхождению. Я могу даже не разговаривать или плохо разговаривать, как полхлебников на русском языке. Я могу жить или родиться в другой стране. Но если я идентифицирую себя русским, если я считаю, что русская история, российская, русская культура – это мои. Я, соответственно, себя с ними увязываю и идентифицирую. Я с этой культурой, с этой историей и с этой страной увязываю свое будущее, будущее своих детей. Даже живя в другой стране, даже разговаривая на другом языке. То я русский, я и есть представитель этого самого русского мира. Конфессия – обязательная составляющая? Конфессия. Вы знаете, это сложный вопрос, потому что исторически, конечно, сложилось так, что, в общем-то, православие является теперь одним из таких маркеров русскости. Но это тоже начало размываться, и мы видим, что очень часто это не совпадает. Я могу осторожно очень сослаться на практику, например, еврейского народа, вот как раз Евгений Янович был у вас вчера, на практику еврейского народа. Например, гражданство Израиля может получить человек, который исповедует иудаизм или который является атеистом. Но если человек, который даже по национальности имеет еврейское происхождение, скажем, будет упорно наставить на том, что он православный или протестант, или мусульманин, то получить гражданство ему будет очень сложно. Он обязан пройти гиюр по приезде в Израиль. Это своеобразный религиозный экзамен и так далее. Это очень сложное понятие, это я немножко вульгарно сказал, религиозный экзамен. Но в любом случае, это практика, которая тоже отражает, собственно, стремление отобрать именно тех людей, у которых есть идентичность, соответствующая идеалам государства, идеалам национальной идеологии. И вместе с тем, чтобы их религиозная принадлежность этому не противоречила. У нас все сложнее, проще и шире. Я думаю, что здесь в значительной степени, конечно, православие будет влиять на формирование русской идентичности. Оно даже способно вырывать людей из других этнических массивов. Например, есть такой филолог Фазиль Ирзабеков. Он этнический азербайджанец, он, наверное, правильно говорит турок, потому что азербайджанец тоже национальность, то есть это идентификация, прежде всего. Он чурок, турок. И он настолько увлекся русским языком, русской культурой, а потом и русской историей, что он крестился и принял православие. И фактически он стал русским, то есть его сейчас очень сложно со стороны не идентифицировать как русского. Вместе с тем, я должен сказать, что часто владение хорошее русским языком, нахождение в России, наличие российского гражданства, оно не делает человека русским автоматически. И он может обладать самым русофобским сознанием и очень, скажем так, не любить, испытывать ненависть и к своей истории, и к своей культуре, и к своему языку, и к своему народу. Я могу привести пример, скажем, ряда мигрантов, которые, попав за рубеж, настолько стремятся ассимулироваться в местной среде, что они перестают разговаривать по-русски. Причем настолько, что они не отзываются по-русски. То есть, если случайно встретить такого человека где-нибудь в общественном транспорте, опознать его как мигранта из России, ну, из русскоязычного мира, и обратиться к нему по-русски, он демонстративно не будет отвечать или ответить вам по-английски. Это нацепредатели. Ну, почему предатели? Человек просто меняет идентичность. То есть, вот вы так говорите, почему? Потому что у вас есть определенная идентичность, вы к ней эмоционально привязаны. И это, собственно, отражение как раз того, что вы человек с идентичностью. А есть люди, для которых любая идентичность, на самом деле, уже неприемлема. То есть, это люди, которые, в принципе, готовы жить где угодно, разговаривать на каком угодно языке, ассимилироваться в какой угодно среде. Для них любая языковая, религиозная среда, если она не противоречит их определенным каким-то установкам, она будет являться приемлемой. А вот тогда вопрос про Машу Гайдар. Собственно говоря, она уехала, казалось бы, не в Англию, не в Америку, тоже в русский мир. Тем не менее, все считают ее национальным предателем, почти что Березовским. Вы знаете, Березовского, кстати, сейчас можно вспоминать с улыбкой, потому что, несмотря на все свое политическое оппонирование Путину, причем довольно, если брать все вот эти вот его связи с Чечнёй, очень жесткое и очень нанесшее большой вред нашей стране, он же под конец все-таки не выдержал, и он написал письмо, в подлинность которого я не сомневаюсь, в котором он искренне, как я полагаю, все-таки писал о том, что вот он мечтает вернуться и быть похороненным за алтарем церкви, в которой когда-то его крестили. Для меня это было шоком, потому что я еще понимаю стремление вернуться сюда, потому что здесь... Активы какие-нибудь. Ну, активы это грубо, это как-то тогда полиграфически, ну, потому что здесь хотя бы вот я что-то значу. Ну, почему артисты возвращаются из эмиграции, например, там вернулся Михаил Казаков, вернулся Макс Леонидов, потому что там они, в общем-то, ничего из себя не представляют. Ну, кто вы там? Там свои известные. Обычные граждане, да. А здесь вы известные люди, вы знаменитости, вас ценят, уважают, слушают. Здесь вы можете творить что-то уникальное, вы можете снимать фильмы, делать постановки и так далее, и так далее. Но Маша Гайдар это человек, который, в общем-то, скорее ассоциируется с партией людей, действующих против России. Это люди, которые ее как раз не любят, находясь внутри нее, которые не ассоциируют себя ни с ней, ни с ее историей, ни с ее культурой. И когда люди вроде, скажем, главы фонда династии выражают очень такое произведительное к ней отношение, естественно, это вызывает у всех остальных людей неприятие. Когда эти люди уезжают, я лично испытал, например, даже радость по поводу того, что она уехала. По крайней мере, у нее будет меньше оснований пытаться воздействовать каким-то образом на нас здесь с вами, на всех тех, кто здесь находится. Человек просто уехал туда, потому что это соответствует его мировоззрению, его идентичности или отсутствию идентичности. Но она все равно может навредить России даже из-за рубежа. Смотрите, еще недавно она, собственно говоря, обзывала, скажем так, оскорбляла Саакашвили. Сегодня она его зам. А Пас, это человек, который просто не обладает какими-то принципами. Я к чему клоню, что, видимо, ее взяли для чего? Простив ей все, что она наговорила до этого, взяли, чтобы использовать против России. Мол, если даже вот ваш политик. Давайте с вами создадим петицию, запустим интернет о том, чтобы Навальному предоставили гражданство и назначили его даже губернатором на Украине. Вот искренне. Я ему искренне желаю стать губернатором где-нибудь на Украине. Львовщиной или там Винничиной и так далее. Может быть, там он будет на своем месте. Бедная Львовщина. Ну, она и так последние 24 года бедная. Там все заводы поисчезали, там население бедствует и при этом как бы все равно испытывают националистические такие вот заморочки в голове. Я не вижу ничего плохого в том, что она уехала. Почему? Потому что это реализация, собственно, того, чем она здесь всегда занималась. Окей, ладно. Что касается русского мира, последний округ. Я считаю, что русский мир существует. Это не сказка. Точно так же, как существует, скажем, еврейский мир. Одна из еврейских генетиков, она, например, установила, что израильские арабы и евреи, которые там живут, они генетически друг к другу гораздо ближе, чем евреи из разных регионов мира. Тем не менее, это не привело никаким серьезным последствиям. То есть, арабы не стали иудеями и евреями. Да, и даже загружение не произошло. Да, да. И наоборот, евреи, скажем, которые живут в Швеции или в Филлаше из Эфиопии, они не стали считать себя разными народами или, там, скажем, хотя бы даже разными евреями. Они всех объединяет Израиль, их всех объединяет именно вот национальные религиозные идеи. Так что русский мир, он существует. Он существует, прежде всего, как идея, а во-вторых, это идея, которая живет в людях. Люди, которые на Донбассе умирали за русский мир, которые туда ехали умирать за русский мир, зачем человеку ехать и умирать на Донбасс, если, допустим, он живет где-нибудь хорошо у себя в глубине России? И зачем, скажем, в Одессе люди выступали тогда тоже за русский мир и по-прежнему с риском для жизни выступают за это? Поэтому я думаю, что, может быть, Евгений Янович и другие выступали не столько против существования русского мира, сколько против несколько, скажем так, неудачной его презентации, репрезентации в средствах массовой информации или в устах политиков, экспертов. Потому что не совсем понятно, что такое русский мир, если нет русской России. Если Россия это страна, в которой никак не отмечены русские, как основной народ, то тогда и русский мир действительно несколько теряет смысл. Если я еврей и я живу в Аргентине или в Штатах, или в Эфиопии, я всегда знаю, что есть Израиль. Это моя страна, какой бы я ни был, соответственно, цветом кожи, форма носа и так далее, я всегда туда приеду, меня всегда там примут, потому что я там буду своим. Это моя страна, где меня будут ценить только потому, что я еврей. Точно так же должно быть и в отношении русского мира и русских, по большому счету. Я сразу говорю, что это ни в коем случае не означает дискриминацию каких-то других народов или, соответственно, унижение их достоинства. Нет, этого не означает. И, конечно же, речь идет только о том, чтобы каким-то образом все-таки возвысить достоинства русского народа, который на самом деле последние годы, с момента Октябрьской революции, все-таки действительно подвергался уже не положительной дискриминации, а в общем-то самой настоящей. Пусть и не в таком виде, как это происходит или происходило в других регионах мира, когда людей просто убивали, потому что они другого цвета кожи или, соответственно, другой веры. — А как Вы считаете, в завершении разговора о русском мире, Рамзан Кадыров хорошо вписывается в русский мир? Говоря о Рамзане Кадырове, я не имею в виду персоналию, даже не столько персоналию, сколько Чечня, Северный Кавказ. В общем, как он вписывается в русский мир, по-вашему? — Ну, собственно, именно в русский мир, конечно, он вписывается с рядом особенностей, с рядом специфики. Но если, допустим, чеченцы воюют на Донбассе за русский мир, фактически поддерживают тех, кто воюет за русскую идентичность, то, конечно, они тоже причастны русскому мир. — Другое дело, что мы, когда все-таки начинаем копать и доходим до уровня идентификации, то, я думаю, что чеченца будет очень сложно заставить отказаться от своей чеченской идентичности, сказать, что «нет, я больше не Ногче, я теперь русский», или «я теперь Мордвин», «я теперь узбек». Чеченец никогда не откажется от этой идентификации. Он может говорить «я чеченец, я россиянин, я этим горжусь, я буду биться за Россию, буду биться вместе с русскими за русский мир, потому что это выгодно, нужно и полезно для моей страны». Поэтому русский мир — это явление, феномен очень сложный и многосоставный. — Вся объемлющие, я так понимаю. — Ну, все объемлющие, наверное, сложно, все-таки. — Ну, ведь не только чеченец не откажется от своей идентичности, татарин тоже, и башкир, я думаю. — Татари, ну, проще, мы с татарами живем вместе уже сколько столетий. — Все равно он татарин. — Многие татары смешиваются, смешанные семьи, ну, скажем, дети этих людей уже могут считать себя русскими вполне, русскими с татарскими корнями, допустим. Могут и не считать, конечно, это все вопрос личной идентификации, личного выбора. Может быть и так, что кто-то из русских не захочет быть, собственно, русским. Вот нравится мне англосаксонская культура, я увлечен этим. Я знаю музыкантов, которые страшно переживали по поводу того, что они не негры, что они вот все, вот хорошо, прекрасно играют на саксофоне, известен в джаз-среде, это просто смысл моей жизни. Но вот одно плохо, вот если бы я был еще и африканцем, вот это было бы вот стопроцентное попадание. То есть часто люди увлекаются, это безобидно в отношении музыкантов, но, скажем, Илья Кормильцев, который говорил, что человек очень талантливый, кстати, но система очень трагичная. Он же говорил, что перестать быть русским очень просто, надо просто произнести это несколько раз вслух, как шахаду, и отказаться от этого, и все, и ты перестанешь быть русским. Вопросы языка, религии, этнической или даже физической, вот какой-то нашей фенотипической принадлежности, они на самом деле вторичны. Самое главное это идентификация. Кем мы себя считаем. Идентификация у нас действительно очень, мы не все объемлющие, но много объемлющие. У нас она есть, половая идентификация, региональная, локальная, даже возрастная может быть идентификация, субкультурная, оккультурная. Но самое главное, конечно, это то, кем мы себя идентифицируем сами именно в национальном отношении. Национальный и этнический, это тоже вещи очень разные. Этнически я могу быть марийцем, допустим, но считать себя русским. У меня есть знакомый писатель, он Чалдон, сибирский, но это самый русский писатель из тех, кого я вот в современных знал. Поэтому русский мир существует, и я думаю, что на самом деле просто все дело в неудачной его презентации. И в том, что пока еще вот не совсем отображена достойная роль русского народа. В общем, тема очень интересная, можно говорить долго, давайте все же вернемся вновь туда, где есть конфликт. Не столько к Украине, но близко. Вот Приднестровье, хотелось бы, где есть русский мир, я имею ввиду наших миротворцев. Собственно, можно ли говорить там о приближающемся военном конфликте, потому что накануне была объявлена мобилизация. Собственно, вот... Ну, мобилизация, конечно, это не всегда уже сразу военный конфликт. Это может иметь несколько значений. Ну, как-то совпало все. Саакашвили. Одновременно с мобилизацией, вот прямо перед ней, в интернете мелькнуло сообщение о том, что Украина обстреляла Приднестровье. Потом, правда, появилось опровержение, что это фейк, то есть фальшивка. Доказать сейчас что-то очень сложно. Обстрел эта вещь ведь очень, может быть, и незначительная. Там упало один-два снаряда, ну, всегда можно вообще сказать случайно, маневры вот проходили. Приднестровье, это очень узкая полоска вдоль левого берега Днестра. И там не мудрено вообще, выпустив снаряд, попасть уже в Молдову, перелетев в Приднестровье. Он вполне может попасть на некоторых участках в Республику Молдову. Но мобилизация может означать несколько факторов. Во-первых, это может быть просто информационно-психологическим воздействием, что мы готовы к конфликту, мы не будем сдаваться. Мы говорим об этом нашим соседям. Мы не допустим провокации. Соответственно, это говорит также о том, что населению посылается некий сигнал относительно того, что ситуация становится немножко серьезнее, давайте соберемся. Но пока непосредственно военного конфликта это может все-таки еще не обозначать. Даже в руководстве Молдовы самые такие радикальные националисты, которые, может быть, втайне мечтают о Приднестровье, на самом деле все-таки более адекватные люди, чем те, которые на Украине развязали гражданскую войну. Война, которая была в 92-м году, была не такой кровавой, как та, которая сейчас происходит на Украине. И то, что сейчас происходит на Украине, не хочет никто. Тем более, что у Молдовы и у Приднестровья силы, в общем-то, достаточно, ну не то чтобы равновесные, но в целом вполне сопоставимы. Россия поддержит Приднестровье, Молдову попытаются использовать как тоже таран для того, чтобы дестабилизировать регион. Другие внешнеполитические игроки, они, соответственно, войдут в Молдову, будут ее контролировать, и сама по себе молдавская элита им будет тут не нужна. Главный вопрос в Молдове, это определиться, кто они, румыны или молдаване. Если они румыны, то они должны просто включиться в состав Румынии. Если они молдаване, то они должны разрабатывать свою собственную национальную концепцию, разрабатывать свою собственную внешнюю политику. Тем более, что Молдова зависит от гастарбайтеров в гораздо большей степени, чем, скажем, Таджикистан или Узбекистан. До 60% перевода гастарбайтеров составляет значительная, по-моему, часть молдавского ВВП. В Таджикистане это значительно меньше, и в Узбекистане тоже. Но речь даже не столько о Молдове. Смотрите, идет мобилизация, и внутри населения, мужское население, которое подлежит призыву, они говорят, что не с Молдовы мы ожидаем удара. Откуда-то, понятное дело, с Украины. Вот вопрос-то в чем. Насколько реально противостояние между этими полюсами? Вы знаете, я не могу точно дать ответ на этот вопрос. Когда губернатором Одесской области назначили Саакашвили, то многие, в том числе и я, говорили о том, что его назначили туда, как политика абсолютно послушного и подчиненного Вашингтону, человека, который будет вносить элементы дестабилизации, в том числе по отношению к Приднестровью. Приднестровье действительно очень уязвимая точка, потому что оно находится далеко от России, оно вытянуто вдоль берега Днестра, как я говорил, у него нет какого-то маневра для, то есть пространства для маневра. У него нет общей границы с Россией, естественно, как у Донбасса, куда хотя бы можно поставлять гуманитарную помощь, и откуда могут, собственно, люди перейти к нам в случае какого-то развития конфликта. И опять может стать патовая ситуация, когда Россия не сможет и вмешаться в конфликт в Приднестровье в случае войны, и не сможет не вмешаться в него. Я думаю, что здесь уже будут работать дипломатические рычаги, и в отношении Украины в том числе. Потому что в случае, если Украина начнет боевые действия против Приднестровья, я думаю, что здесь уже действительно изменится расклад сил на Донбассе. Тогда уж действительно политика ДНР и ЛНР в отношении Украины тоже может измениться. Что ж, все это печально на самом деле. Как оно пойдет, неизвестно. Время пока же действительно. Давайте, у нас остается мало времени, обсудим все-таки какие-нибудь положительные новости. Они тоже есть. Вот сегодня в Шанхае открылся банк развития БРИКС. Банк, который будет обслуживать полчеловечества, уже все говорят. Собственно, вот сформулирована цель. Цель не оспорить существующую систему, но по-своему ее совершенствовать и дополнять. Вот как вы считаете, с целью с этой справится банк БРИКС? И вообще, какие перспективы этого банка? Ну, самое главное, что это начало этого процесса. Собственно говоря, это попытка изменить однополюсный, скажем так, валютный мир. В некоторой степени это попытка изменить ту экономическую модель, которая существовала. Это модель изначально бретенвудская, потом ямайская. Модель, где превалирует доллар и модель, где фактически все страны зависят от доллара. В том числе и наша страна. Сейчас самым главным является объединение этих стран и то, что они начали делать какие-то реальные шаги. Существует масса территориально-государственных объединений, в том числе, кстати, и враждебных России. Но которые, на самом деле, в реальности никакой деятельности не ведут. Например, Гуан. Это содружество Грузии, Украины, Азербайджана и Молдовы, который, на самом деле, фактически перестал существовать давно, но де-факто еще существует. БРИКС показывает, что он развивается. ШОС показывает, что это тоже организация, которая претендует на определенное региональное влияние, макро-региональное, в масштабах хотя бы Юго-Восточной Азии. Туда уже начинают, соответственно, с интересом смотреть такие страны, как Индия и Пакистан, которые несколько раз воевали друг с другом, но которые представляют из себя экономических гигантов, по крайней мере, Индии, которые, несмотря на зависимость от доллара, тоже хотят самостоятельного развития. Проблема в том, что иногда экономические механизмы воздействия на страны оказываются более разрушительными, чем даже военные. Недавние потери на фондовом рынке Китая составили 2,8 триллиона долларов. То есть, это потенциал нескольких европейских стран и России вместе взятых. Все фонды в рынке можно сложить туда и еще остановиться. Поэтому, конечно, страны БРИКС и страны ШОС и, в принципе, та часть человечества, которую принято считать развивающимся миром, они хотят права на развитие. Они не хотят вечно находиться вот в этом месте, которое им определили, и не хотят вечно быть вот этими долларовыми донорами, из которых выкачивают ресурсы и которым потом предлагают, соответствует классическая колониальная политика, товары с высокой добавленной стоимостью. И все-таки буквально в двух словах, последнее, тогда вот в связи с вышесказанным, не считаете ли вы немножко лукавством фразу «не оспорить существующую систему»? Может, все-таки оспорить ее действительно? Но сразу оспорить не получится. Нет, не сразу, но в перспективе. Но в перспективе ее можно потеснить и заставить, скажем так, предпринять какие-то шаги по выздоровлению. Существует такая конспирологическая теория, что борются несколько таких глобальных олигархических групп, одна из которых, соответственно, выступает за глобальное доминирование доллара и евро, как такого младшего брата доллара, а другая выступает, наоборот, за мультивалютную систему, в рамках которой можно будет уравновесить нынешнее экономическое развитие и аннулировать те ошибки и долги, которые накопились. То есть глобальный долг всего мира, он составляет почти 200 триллионов долларов и составляет около 240, больше 240 процентов мирового ВВП. То есть фактически мировая система экономическая, она находится в состоянии, которое необходимо каким-то образом реформировать. Нельзя все время жить в долг. Могу сказать, что и БРИКС, и ШОС, на самом деле, конечно же, организации, которые должны развиваться и которые принесут пользу тем странам, которые туда вступят. Но сразу этим странам потеснить и Северную Америку, и Западную Европу здесь не получится. Просто это заявка на то, что мы тоже хотим развиваться и хорошо жить в рамках своего собственного видения. Мы не хотим, чтобы мы могли иметь возможность жить только в рамках навязываемой нам системы. Ну что ж, надеемся тогда, что эта тема продолжит развиваться. Будем надеяться. В положительном направлении. Это был член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации Богдан Анатольевич Беспайко. Спасибо огромное. Спасибо и вам.